Музыка Прежде чем начать этот влог, я хочу вам рассказать одну новость. Меня мои друзья попросили рассказать вам, что в России наконец запустили сайт jd.ru. Это лидирующий интернет-магазин мира, китайский гигант, пришедший в Россию в июне этого года. В общем, на этом сайте продается много всего интересного. Можно выгодно купить телефон, планшет, а еще можно заказать себе сумки, одежду, бижутерию. Вот-вот начнется гигантская распродажа с 22 по 29 февраля. Там действует бесплатная доставка на все и 60% скидки будет. А цены на плате начинаются от 5 долларов, представляете? На этом сайте даже есть Pandora Style браслеты. Как бы это не оригинал и не копия, это такая стилизация браслетов, которые начинаются от 4,5 доллара цена и выше. Чтобы было понятно, покажу этот сайт вам на телефоне. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я уже присмотрела себе вот этот пояс для похудения, очень недорогой он. У меня когда-то был такой пояс, но я себе снова его хочу, чтобы просто утягивать живот. И он как бы термо, знаете, такой, с другой стороны как бы от него потеешь. Эй, дружок! Привет! 168 тысяч йен, это полторы тысячи долларов. Собака вот эта стоит. А ты подешевле, да? Этот стоит 500 баксов. Да, да, да! Привет! Привет! Этот вообще дорогой. Представляете, 2500. 2500 долларов стоит. Я в шоке. Почему ты такой дорогой, а? Почему ты такой дорогой? Ой, какой смешной, да, играет. Ой, дружочек. У него еще вода стоит. Посмотрите, сколько всего интересного и вкусного здесь продают для животных. Японцы обожают животных, домашних и собачек, и кошечек. И чего у них только здесь нет. Смотрите, вот для кошек сколько всего. Смотрите, разные витаминки есть здесь, добавки, баночки. Вы посмотрите, я просто в шоке. Сколько всего здесь для животных, для кошек. Вот это все, прикиньте. Консервы, там тунец, рыба различная, мясо. Щетки, расчески, ножнички, подстригать ногти. Какие-то салфеточки их протирать, лапки и шерсть. Какие-то спреи, посмотрите, для животных, для шерсти. Шампуни, спреи, все что угодно здесь. Вот зубы даже чистить, зубная щетка для собаки. И вот зубная щетка, боже. А вот на палец надевать и тоже чистить. Вот на пальчик надевать и собакам чистить челюсть. Обалдеть. Зубные пасты для собак. Посмотрите, я в шоке. Ушные палочки, зубные пасты, ошейники различные. Тут, видимо, они от блох, от клещей, от комаров. Карим Пану заказывал нам здесь еды. Как называется? Ски. Ски, рисоварка. Так, пока нам принести только воду, а нет, это чай со льдом. Сара ждет, как всегда, детское меню. Здесь уже на столе вот такие соусы стоят. Имбирь. Острые палочки, тебе нравится. Детское меню принесли с игрушкой. Ты должна все съесть за это. Карим, это что тебе принесли? Это мясо. Мясо и сыр еще сверху. Обалдеть. Карри-райс и салат с морскими водорослями. Яблочный сок холодный, как всегда, у них все холодное. И игрушку принесли за Риди, да? Что там у тебя за игрушка? Заводной официант с карри-райсом. И мое блюдо. Это Магура тунец. Я вам еще показывала. Я еще тофу очень люблю. Класс, класс, класс. Сима, сентя, ханнашимасу. Боже. Секи, да, да. Карин вот себе заказал такую штуку прикольную. Здесь как будто костылька варится на огне. Это зимой? Зимой? Или готовить? У нас соев сома уже готовится, или уже там готовят? Готов. Класс. Саря, надо еще яйцо там отделать. Есть? Такое еду обычно зимой едят. Взял, разбил сырое яйцо в рис. И ты что, будешь это есть прям так? Конечно. Хорошо. Да? Да. В общем, японцы, мы так едят, сырые яйца. Не боятся. Но у них яйца очень хорошие. Можно сколько угодно. Смотри, какой желток. Вообще. Вот они любят вот такое все. Со слизью. Ням-ням. В том надо сою. Сою? Мастер-класс от Карима. Как правильно есть рис. Вы можете дома повторить. Только у вас, ну, не такой рис. И не такие яйца. Карим много ест, потому что спортсмен. И дзюдоист. Они много едят. Особенно мясо. Продолжение следует... Карим гуляет с Семеном Семен Красиво Ой, Сара, куда ты залезла Кстати, раньше здесь Карим Сумок Занимался Боролся, здесь соревнования проходили Это два раза первое место Два раза первое место По Таями Молодец А сейчас Карим дзюдо занимается У тебя какой пояс? Или дан? Второй дан А пояс какого цвета? Черный, конечно Смотрите, как чисто здесь в парке Все так красиво Чисто Пыли вообще нет Ну, через пять минут пойдем Сейчас она пусть пройдется Вон, какая площадка здесь детская Классная Смотри, какие колесики здесь Здесь можно съезжать спокойно Пойдем Поднимешься На горку Ой, по лужам нет? Обходи, обходи лужи Садись Ух ты, какая классная Ух ты, какая классная Давай Холодно Холодно Мы вообще ждем Софию Она должна выйти сейчас с тенниса Здесь продаются горячие холодные напитки Вот где красным Это горячие Синие Это все холодное Я не хочу холодно Вот горячие Разные Вот даже кукурузный суп есть Кофе Чай зеленый Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс Женя, прикольная. Я самая, самая добрая девочка на планете Земля. А Семену можешь так забрать? Семен! Да я тебе могу. Карин, ты такой красавчик. Семен! Я не Женя. Давайте как я продам татуировку, я им не длинный дурень. Мы тебе не верим. Ахахаха! София вышла и у нас случился прикол. У нас сел аккумулятор. Потому что кое-кто забыл заглушить машину. Папа приехал нам, подкурил. Я рассказывала о том, что моя мама улетает в Украину. Она сейчас улетела. Спонтанно. Это такое было спонтанное решение. Нужно было туда просто поехать. И так получилось, в общем. Не буду вдаваться в подробности. Ее не будет 20 дней, грубо говоря. Я должна 20 дней ухаживать за детьми, за всеми. В общем, вы знаете, сейчас как в реалити-шоу, когда меняешься местами. С одной жизнью в другую перепрыгиваешь. Я не знаю, как называют эти шоу. И я сейчас в таком шоу. Мама просто надавала мне миллион заданий. Я все записала на листочки, на стикеры. Везде стикеры понаклеила. Как включать рисоварку. Как включать стиральную машину. Потому что все на японском языке. Папа ничего не знает. Потому что его это не касается. Карим и София тем более. По дому делает все моя мама. Поэтому мамы сейчас нет. И маму сейчас заменяю я. Это настоящий дурдом. Потому что вкратце вам просто расскажу. Нужно каждый день в будние дни вставать в 6-20 утра. Собирать Софию в школу. Готовить ей завтрак. И провожать. Так, немножечко они там сами выходят. Затем встает Карим. Кариму нужно приготовить завтрак. И Кариму нужно приготовить бента-ланч с собой в школу. Это такой бокс. Наполненный там разным-разным. Но должно быть обязательно мясо. В принципе, папа кушает так же, как и я. Нормально. Карим кушает только мясо. Вот ему нужно обязательно есть мясо каждый раз, когда он ест просто. А София ест только японскую еду. Русскую она вообще не переваривает ее и не ест. А еще я всех отвожу на тренировки и в школы. И у меня сумасшедший дом. Реально. Сумасшедший дом. Я вообще в шоке, если честно. Но, с одной стороны, я зато почувствую, что такое большая семья. Вон вся нагруженная. Пакетики. Рюкзак. Ищу пакет. Каска. Там на улице дождь. Поэтому у них вот еще желтые такие плащи, либо зонтики. Они все идут в школу. Где-то полтора километра. И вон они собираются в одном месте, дети. И вместе идут. Так, через дорогу аккуратно. Давай. Вот так примерно выглядит Карима Бента Ланч. У них вот такая тормоз сумка. Вот такой контейнер. Двухъяростный. Здесь у него палочки. Хащи по-японски. В верхнем отделе у него сосиски. А в нижнем отделе вот мясо с рисом. И еще отдельно я наливаю в термос Кариму холодный чай. Японский. Знаете, такой как будто с жареным рисом. Только привкус у него, он не сладкий. И они его пьют здесь постоянно. Субтитры сделал DimaTorzok